Добрый день, друзья. После длительного перерыва Переправа ТВ вновь в режиме телемоста с Санкт-Петербургом общается с Михаилом Юрьевичем Богдановым. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте, Александр Иванович. Над вас видеть. Я взаимно руководителем Петербургского родительского собрания. И мне очень приятно, что мы, во-первых, возобновляем наши беседы. И, во-вторых, мы все-таки касаемся очень важной сферы жизни общества. Даже, я бы сказал, не просто важной, а являющейся решающей сферой. Вот, к сожалению, пока это очень слабо ощущается, в том числе и в той разъяснительной работе, которая ведется в средствах массовой информации. А ведь сфера – это действительно решающе, потому что сила общества зависит от того, в какой мере образование, особенно воспитание, коснулось подрастающего поколения. И что это за воспитание и образование, как оно устроено, какие у него результаты и плоды. Вот это определяет будущее данного общества. И сегодня мне хотелось, Михаил Ильич, поговорить с вами о так называемом внебюджетном, скажем так, воспитании и образовании, то есть всякого рода деятельности, которые выходят за рамки официальной школьной бюджетной работы. И в качестве посыла, маленькую только преамбулу, позволю себе, я вспоминаю, что даже мой отец, он был главным механиком на заводе. Он находил время, приходил в школу, возможно, правда, ради меня, чтобы вести вне школы, уже после окончания уроков, прямо внутри школы, в классе мы собирались, слушали его интересные лекции, кружок он вел по физике, механике и так далее. Я, правда, первым сбегал, потому что это не входило в сферу моих жизненных интересов в тот период, у меня были другие моменты, в частности, спорт, но остальные многие увлеченные это слушали. Все это и все остальное, с чем я сталкивался в школе, это были 70-е годы, все это было абсолютно бесплатно. Никакого даже... Хоть бюджетно, хоть небюджетно. Хоть бюджетно, хоть небюджетно. Больше того, я бы так сказал даже, вот сейчас, подводя, резюмируя, так сказать, свои вот эти воспоминания и свой опыт, я думаю, что даже малейшее, примитивнейшее упоминание в тот период о каких-то платах, неважно, это школьный театр, или это спортзал, или это какие-то дополнительные занятия, или это кружки, или это какие-то выезды, прогулки на лыжах, там, походы, турпоходы, лагеря и так далее. Все это было абсолютно бесплатно. Вот я об этом хотел с вами сегодня поговорить. Ну, вы знаете, да, тема очень интересная, она такая многогранная очень, если честно, потому что ведь к нам вся эта история про внебюджетное финансирование школ, в том числе, то есть возможность зарабатывания, да, на платных услугах в рамках, за рамками учебной деятельности в стенах школы, это все пришло в замечательные 90-е годы, когда у нас кооперация открылась, там, и все остальное, и в, как бы, в силу того, что денег, ну, как бы не было, да, на образование, как бы не было ни на что, ну, и, соответственно, школам давали право вот как-то, хоть как-то выживать. На каком-то этапе это было довольно, ну, практически это был единственный способ вообще хоть как-то пополнять скудный бюджет школы на, даже вплоть до того, что на расходные материалы, я уже не говорю там про ремонт и про все остальное, вот, но и то же самое, пополнять возможность, да, дополнительный выплат зарплаты учителям обеспечивать, да, потому что тоже не хватало. Вот, в какой-то момент это на уровне выживания, в общем, как бы спасало школу, но проблема-то в том, что вот за этим красивым словом, что вот есть такая возможность, предоставляем, значит, вам возможность для реализации ваших каких-то, значит, способностей, талантов и всего остального. За этим кроется очень большая проблема. Дело в том, что вообще образование, давайте вот с философской точки зрения, да, образование, что это такое? Для общества образование это обязанность общества себя воспроизводить, по большому счету, да, то есть это история, которая, так же, как и воспитание, так же, ну, то есть, в принципе, вот, это, если мы говорим про воспроизводство будущего поколения, то это, это вовсе, ну, как бы никак не связано, не может быть вообще даже, вот, в моей голове это никаким образом не связано и не может, оно не укладывается в понятие торговое, вот, такие вот сугубо, вот, коммерческие, да. То есть для меня это просто какая-то дикость. Я, вот, кстати, я тут недавно заспорил с одной дамой у себя на канале, она прям даже обиделась, там, какая-то дама в возрасте, вот, когда я ей написал, она написала, что, дескать, ребенок, он убыточен для семьи, буквально так и написала, да, я ей говорю, как вы можете такое писать, понимаете, то есть, и вот в этой логике, да, то, что это история про, вот, 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 даже упоминание такого рода терминов, да, оно вошло в нашу жизнь, вот, с этими девяностыми годами, и вот оно, вот, с этой либеральной идеологией, и оно сегодня воспринимается как нечто естественное. Но для меня это абсолютно какое-то дикое слово, оно вообще неуместное в школе. И когда мы начинаем говорить о том, что у нас есть бюджетные часы, да, которые оплачивает бюджет государства, вот у нас есть некий ВГОС, вот у нас в рамках ВГОСа есть там предметы, и на них выделены определенные финансирования, значит, и оно обеспечивается, а дальше, если вы хотите, вы можете, значит, организовать что-то сверх того. Ну, у меня возникает сразу куча вопросов, да, ну, как бы это сверх того, оно, почему не обеспечивается действительно тогда бюджетными деньгами? То есть, если есть такой запрос, то с точки зрения развития общества, с точки зрения, вот, вот, есть запрос у родителей кружок открыть. Давайте поможем им это сделать. В чем проблема? Заплатим зарплату учителю, который будет, или вот, как в вашем случае, папах приходил, да, ну, да, пусть он там пройдет необходимую подготовку, там, получит соответствующее повышение квалификации, получит документ разрешающий, прочее, прочее, покажет программу, по которой будет работать, давайте бюджет откроет этот несчастный кружок. В чем сложность? Я не вижу, честно говоря, потому что это копеечные траты, если разобраться. Да, вот я как раз сейчас хотел этот момент, извините, что я вклинился, давайте все-таки экономически посмотрим. На самом деле это происходит в помещении школы, в помещении класса, его не надо оборудовать, его не надо специально как-то готовить, чаще всего, или минимально, то есть, в принципе, он будет отапливаться, освещаться, и там это, и без этого кружка. А если даже включили свет, то это прям, ну, копеечные потери. Во-вторых, насчет образования и подготовки вот этих ведущих, нет этого в советское время. Понимаете, приходит какой-то серьезный профессиональный человек, он поговорил с директором, директором убедился, что этот человек знающий, понимающий, опытный, и он может что-то детям дать такое, чего он никакой педагог не даст. В том-то и дело. И в этом смысле смелости было больше. Ну, в конце концов, педагог опытный может посидеть, послушать, если что-то поправить, или даже это прекратить. Но чаще всего, я думаю, любая школа найдет десяток волонтеров, среди родителей даже, которые готовы вести это бесплатно. Ну, у нас, видите, очень зарегулирована сейчас область образования, да, и все избыточно, на самом деле, вот реально, в реальности, я считаю, избыточно переживают за то, что могут прийти какие-то не такие люди в школу. Ну, кстати, были прецеденты, и действительно, недавно мы разбирали, опять-таки, тоже такую ситуацию там с персонажем, который пришел в школу по программе «Учитель для России». Ну, как бы, здесь есть риски, поэтому их надо предусмотреть, но то, о чем вы говорите, когда это профессионал, за которым стоит определенная, ну да, не знаю, репутация, да, то есть это человек с ближайшего, не знаю, завода, за которым, за которым, да, за которым может поручиться его там прямой начальник, да, который в случае чего ему может дать по шапке, да. То есть, вот тут я, как бы, не вижу больших проблем это сорганизовать. Кстати говоря, большинство, в советское время большинство такого рода мероприятий, типа кружков, каких-то, так сказать, вот, профориентационных мероприятий, значит, поездок куда-то и так далее, все это делалось как раз силами шефов, то есть ближайших организаций, которые помогали школам. Этой практики сейчас нет. Сейчас все выделено вот в эти вот рамки бюджет в небюджет, деньги, договоры, юридическое обоснование, куча бумажек сверху, значит, куча бумажек снизу, весь обложился бумажками, тогда ты, значит, типа правильный. Ну, это меня, конечно, очень перепечалит, но тут вопрос, возвращаясь вот к этой самой идеологии, вот к вопросу об идеологии, да, то есть вот мы, когда говорим об образовании, да, слава богу, перестали говорить об услуге, да, то есть вычеркнули это слово. Но когда мы говорим об образовании, то в данном случае, когда мы говорим про внебюджетные вот эти вот всякие штуки, то мы сталкиваемся с очень простой, как бы, практикой. Вот пример вам из Екатеринбурга, недавний. Тоже у меня на канале там возникла дискуссия вокруг этого. Значит, назначили молодого директора в школу, да. Этот молодой директор, не имея достаточного опыта управленческого, как я понимаю, достаточно амбициозный, судя по всему, ну, судя по тому, как у нас с ним получилось отношение, общение, да, то есть он со мной попытался пообщаться, но пообщаться с какой-то такой позицией, с которой я не очень понял, что он хотел мне сказать, от прямого разговора он ушел. Вот. А, собственно, он попытался сделать что? Значит, он попытался такими странными методами, как мне описывали, по крайней мере, учителя и родители из этой школы, я просто, прежде чем публиковать, я всегда проверяю информацию, я связывался с людьми в этой школе, и мне подтвердили, что да, именно так и было. Он начал давить на учительский корпус и на, в каком смысле, через учителей пытаться влиять на родителей с целью, ну, практически стопроцентного вовлечения детей школы в то, чтобы они участвовали в тех или иных платных кружках, секциях и так далее, и так далее, то есть во внебюджетном финансировании школы. Ну, то есть это такая завуалированная такая, как бы, ну, вроде бы, все очень аккуратно, все очень честно, да, все очень чисто с точки зрения бюрократической, да. Но по факту, да, такая вот, как бы, завуалированная, навязанная услуга, да. И когда люди стали возмущаться, он начал задавать вопросы, а чего такое, что я делаю не так и так далее. Ну, ему пытались объяснить, что, дорогой друг, ты как бы, ну, вообще-то перегибаешь палку, потому что, ну, если у тебя есть услуги, ими люди пользуются, ну, те, кто хочет, не надо наседать. Ты либо тогда сделай, чтобы это было удобно, там, чтобы это было популярно, не знаю, что-то там сделай такое, чтобы люди действительно хотели пользоваться. Но заставлять людей вводить какие-то коэффициенты за то, что там кто-то принес, не принес, начинать какие-то, так сказать, давление на коллектив, там, да, рассказывать какие-то сказки про то, что есть в регионе какие-то правила, что мы все должны обязательно всех загнать на эти услуги. Ну, это вот как бы история про такую вот, какую-то внутреннюю нечистоплотность, да, какое-то непонимание своей миссии со стороны, в данном случае, директора. И я готов как бы выслушать его позицию, но мне показалось, по ощущению, еще раз повторю, да, что вот даже в той тех разговорах, которые вот, ну, в той короткой переписке, которая у нас была, что он этого не понимает. Понимаете? И вот эта проблема, эта проблема вот этих молодых людей, они действительно не понимают, где граница вообще, ну, что вообще, что такое образование. То есть они не понимают, что образование – это не сфера услуг, что это не сфера коммерции, что школа не может быть местом, где вообще существуют какие-либо коммерческие услуги. На мой взгляд, на мой взгляд, извините, еще один образ я приведу, вот вам он будет близок и понятен. Вот представим себе, что вспомним просто такое название, как школа, как храм наук. Откуда в храме какие-то менялые торговцы? Что сделал Иисус, когда он их там увидел? Он их оттуда выгнал? Да, то есть я считаю, что вот любые коммерческие услуги в стенах школы должны быть просто законодательно запрещены. То есть бюджет должен полностью все оплачивать, все, что находится в стенах школы. А вот технически у меня вопрос такой, я все-таки в прошлом тоже поработал и в финансовой сфере. А как это оформлено? Потому что, вы понимаете, тут я не хочу тень на плетень наводить, но вот деньги родители платят. Они кому или чему или куда, как платят? Они платят на счет школы, они платят на какой-то личный счет одного из педагогов. Ну, обычно используется одна из двух схем, либо это, собственно, внебюджетный, так называемый, счет в казначействе школы, значит, на который оплата приходит, то есть школа сама в соответствии со своим уставом, имея право на дополнительные доходы от внебюджетной деятельности, открывает соответствующий казначейский счет и, соответственно, туда деньги поступают. За те курсы, там, кружки или что-то еще, что она сама организует. Извините. Да, спасибо. Вот, и либо вторая схема. Школа заключает договор с какой-нибудь сторонней организацией, которая арендует у школы во внеурочное время ее территорию какую-то там, да, классы отдельные, может быть, какое-то там крыло школы, еще что-то. Спортзал там, да, вот. И, соответственно, родители уже платят ей, а эта организация за аренду платит школу. Ну и выплачивает, если сотрудники школы задействованы в этой работе, то выплачивает уже напрямую сотрудникам школы зарплату по собственным с ними договорам. То есть вот обычно такие две схемы используются. Ну, по крайней мере, которые я знаю. Ну, могут существовать, наверное, еще какие-то, но в основном вот две вот такие. Что-то у меня такое подозрение, что первая схема с казначейством используется меньше, а вторая схема больше. И вот здесь, конечно, примешивается к образованию действительно вот этот коммерческий, очень серьезный и опасный, на мой взгляд, мотив, который, в принципе, размывает саму идею образования в том священном писании, о котором вы упоминаете. Там есть еще такое, когда Господь говорит своим апостолам, «Даром получили, даром отдавайте». На самом деле у нас, по-моему, пока, ну или некоторая часть образования происходит тоже по бюджетному принципу, то есть даром. Педагог получает зарплату. Слава Богу, сейчас хоть этим занялись. Но вообще человек, который преподает, который является наставником, который воспитывает детей, поднимая их в этом же сути образования, мы должны довести детей до той планки хотя бы, на которой сами находимся. Правда ведь? Иначе начинается деградация. Она начинается и научная, и техническая, и общественная, и социальная, экономическая и любая другая. И вот поэтому, конечно, этот, на мой взгляд, фигура преподавателя – эта фигура гораздо более значимая. Вот вообще должна быть, по крайней мере, в общественном сознании. А школа действительно должна становиться храмом. И когда Господь выгонял оттуда торговцев, Он сказал, не делайте дом моего отца, то есть храм, домом торговли. И поэтому все вот эти примеси, вот эти примеси, я думаю, что в будущей русской школе, в которой у нас, я уверен, возникнет много национальной, много конфессиональной, нашей с серьезной опорой на традиции нашего выдающегося образования, как до, так и после революционного. В этой школе, конечно. Но просто надо законодательно ставить вопрос о том, чтобы ее отделили от всякого рода коммерции. От всякого. Я бы добавил сюда, что это должно касаться не только школы, так, по-хорошему. А это должно касаться и среднего профессионального, и высшего образования. То есть, в принципе, я считаю, что коммерческие отношения, то есть вообще, в принципе, коммерческие отношения в образовании должны быть исключены. То есть высшее образование в том числе должно быть абсолютно точно государственным, датируемым. Как минимум, то, что прописано в Конституции, одно высшее образование, бесплатно должно даваться точно всем. Вот как там по поводу второго и так далее, вот где там, как и правильно разрулить. Вот эту ситуацию, это обсуждаемый вопрос. И вот тут тоже очень тонкий момент, потому что, как только мы начинаем говорить про какие-то коммерческие схемы, в том числе и в высшем образовании, эти метастазы начинают прорастать вниз автоматом. То есть они моментально начинают прорастать вниз. И это, к сожалению, не, как бы, ну, от этого не избавится. Поэтому, ну, по-хорошему, я бы, как бы, вот, законодательно, в принципе, образование, вот, вот, все в целом, да, я бы его вывел из-под понятия коммерции вообще. То есть чтобы там слово коммерции, вот, самой идеологии коммерческой, не то, что слово, слово там, это второе дело. Но вот сама идеология коммерции, она должна там просто исчезнуть. То есть не должно быть, в принципе, ты мне, я тебе, да, вот этого. Не должно быть, что есть какие-то ограничения по причинам денег, да. Что вот если денег нет, если ты взял уже этот кружок, то другого кружка тебе нельзя, да. Что если у тебя есть какая-то, значит, второй год у тебя не может быть, потому что ты уже первый год отучился. Это вот сейчас, как бы, вот из-за чего мы, на самом деле, почему во ВГОС пролезло это ограничение количество лет. Пять лет в среднем звене, там, два года в старшем звене, да. Четыре года в младшем звене. Откуда это вылезло? Это от бюрократов, от бухгалтеров, от экономистов вылезло. То есть они сказали, что вот у нас есть рубль, вот на него и отучите. Ну, ребят, вы кто? Это не ваше дело, сколько должно быть на это. Вот вы должны просто дать только столько денег, сколько нужно. С вас лишнего, поверьте, никто не попросит. То есть, если честно, справедливо, правильно осметить необходимые затраты на образование, это будут деньги не больше, поверьте, чем сейчас вы тратите. Но вот эти все ваши, так сказать, палки в колеса, когда вы начинаете вставлять учителям и говорить, что вот здесь вот у тебя рубль закончился, поэтому теперь только внебюджетно, да, значит, и родителям, и детям, и всем остальным. Вот это нужно исключить из образования. Вот мне вот сама, сам, ну, как бы философский, вот философское основание здесь, вот это должно быть заложено, мне кажется. Вот это очень важная вещь. И вот это понимание, к сожалению, сегодня, оно не звучит, ну, как бы его нет. В обществе даже, по-моему, никто не обсуждает, что у нас почему-то в образовании вообще, ну, я, отдельная тема, там, в медицине тоже самое, на мой взгляд, должно быть. Да, то есть не может быть, в принципе, государство, которое написано, социальное государство, начинать считать деньги, сколько денег оно тратит на своих граждан. Оно должно тратить на него столько денег, сколько эти граждане потребуют на себя потратить. Да, это не должно, да, должно пресекаться воровство, да, должно пресекаться маздоимство, да, должно пресекаться, так сказать, казнократство. Безусловно, здесь должно быть все очень жестко. И все деньги должны быть посчитаны, они должны быть прозрачные, они должны быть, ну, вот это вот механизм сегодня крашеных денег. Это все решается. Нет никаких с этим проблем вообще. Вот, поэтому я просто вот жду, когда, наконец-таки, да, вот на уровне, в философском уровне, вот понимание того, чем занимается социальная отрасль, вот кто-то на уровне первых лиц, вице-губернатора, вице-премьеров, там, премьеров, да, вот кто-то произнесет подобного рода, хотя бы намек на такого рода идеологию. Вот это идеологическая вещь, но она базовая. Если мы ее, ну, как бы протолкнем, вот верховные, значит, что называется, мозги, извините, ну, тогда все остальное выстроится, на мой взгляд. Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас ведь мы с вами все присутствуем при большом таком стратегическом, очень масштабном и достаточно болезненном повороте, когда мы уже разрываем те многочисленные нити, которые нас связывали с так называемым коллективным Западом, установившим здесь практически ухудшенную копию своей собственной модели. Будем так говорить. Ну да. И при этом мы еще теряли часть своего суверенитета, поэтому, к сожалению, вот нынешняя элита, она несет на себе такой тяжелый, троллый свинцовый отпечаток той эпохи, которая сейчас постепенно, очень медленно, она отступает. Она отступает, она уходит в небытие, и специальная военная операция, она резко ускорила этот процесс, но он еще пока не достиг того уровня, той глубины, которую она, очевидно, достигнет уже в ближайшее время. И мне кажется, когда будет на место старой, вот этой вот убогой модели, придет какая-то другая модель, то, в общем, те мысли, о которых мы с вами говорим, а вот вы говорите, никто об этом не говорит, как же не говорит, если мы с вами говорим? Ну, я кроме нас не слышал просто этих мыслей. Нет, вы знаете, я думаю, что, ну, к сожалению, мы не можем с вами охватить необъятное. Да, наверное, наверное, так что. И, может быть, я почему-то думаю, что и не только в Екатеринбургской, в Екатеринбурге, но и в сотнях, а может, и в тысячах других мест, школ, каких-то учительских, родительских и прочих коллективах примерно такие же мысли, возможно, обсуждаются. А вот в таких ресурсах, как ваш, это все может, знаете, стройками, капельками, какими-то ручейками стекаться. И вот это на самом деле, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот это давление снизу, не попытка туда послать письмо и напомнить там товарищам наверху, что у них есть некие там обязанности. Нет. А именно вот это давление снизу, вот это общее наше понимание, наша духовная и интеллектуальная работа, она на самом деле, нам кажется, что иначе, что задача там кого-то там убедить и так далее. Нет. Задача прежде всего самих себя убедить. Вот это все. Здесь я согласен. Знаете, я еще один образ, как бы, вот, может быть, в завершении этого коротенького разговора приведу. Мне очень импонирует такой образ матери, да. В этом смысле школа, это же вот и вообще образование, да. Государство, да, давайте возьмем шире. Да, государство, это должно быть, вот, там, та мама, да, та мать, которая на самом деле о своих детях беспокоится. Она не считает денег. Она не может считать деньги, которые, ну, то есть она, она сделает все для того, чтобы ее дети были, ну, обучены как минимум, да. Ну, там, одеты, понятно, обуты там и все остальное, но обучены как минимум. И, то есть она не будет считаться с затратами, которые для этого нужны. И вот это вот, как бы, вот тогда, тогда мы эту мать будем, ну, то есть тогда эту мать уважают, тогда эту мать любят. Ну, да, то есть, понимаете, ведь смысл-то в чем? Что показала эта самая операция специальная и так далее? Она показала, это, знаете, была такая лакмусовая бумажка, которая показала состояние сознания, например, той же самой молодежи. Огромное количество которой, из тех, кто побогаче, просто, что называется, съехали. Съехали, бежали от призыва, от мобилизации и так далее. А что такое молодежь? А молодежь – это плод с того дерева, которое называется системообразование. Конечно. И вот сейчас они хватаются, как тонущие за соломинку, значит, они хватаются за патриотические уроки, за, наверное, скоро будут трудовое воспитание восстанавливать, вот эти вот военную подготовку хотя бы начальную и так далее. И постепенно все это придет и к этой кружковой работе, которая должна быть просто, ну, с одной стороны, раскрепощена, а с другой стороны, надо же понимать, кого мы воспитываем. Если мы воспитываем человека, который руководствуется, руководствуется, что я в согласии с правами и свободами человека есть высшая ценность, об этом говорил наш президент в свое время Медведев, что человек – это высшая ценность. Ну, извините, если я воспитываюсь школой как высшая ценность, и деньги решают все, да, если мы это прививаем, то в момент, когда нужно послужить государству, своему народу, защитить ближних, человек говорит, не, пардон, мы об этом не договаривались, потому что я высшая ценность для себя, поэтому я лучше куплю билет там в Грузию или в какой-нибудь там Казахстан и уеду, и уеду, и спасу высшую ценность. Вот о чем. Сейчас вопрос уже действительно выводится, вы правильно говорите, на философский уровень, я даже не скажу богословский, на философский уровень. Мы что хотим получить? Ну, это вопрос в будущее, да, то есть о чем мы хотим, да, вот закончится кампания, вот закончится, да, и вот что дальше? Вот это вопрос, который сейчас, вот мне кажется, вот он как раз сейчас и стоит. Ключевой вопрос, вы знаете, даже, мне кажется, ключевой вопрос в том, ну, что, во-первых, по всеобщим признанию, с разных углов, она очень нескоро закончится, потому что наша схватка с коллективным Западом, это схватка не за ресурсы, не за территорию, а за... Ну, это очевидно. Это духовная схватка. Да. Они погрузились в такое уже растление, что нам только отделяться, поэтому это будет все так или иначе, в той или иной форме продолжаться, это раз. С другой стороны, нам надо избавляться от тех метастаз, в том числе и в сфере образования, которые они успели запустить. Все, что мы сейчас с вами обсуждаем, это и есть метастазы. Та же коммерциализация образования, это же из этой песни. Конечно. Та же песня. Нельзя, условно говоря, разбивать нормального ребенка, если с детства он приучается купи-продай, баш-набаш, там заплати и получи, и так далее. Правильно? Значит, должны быть более высокие нравственные, моральные критерии, более высокие какие-то принципы, которые должны ему внедряться, но, к сожалению, мы их как раз и потеряли. Вместе с коммунизмом мы выплеснули и все, что там было хорошего. Давайте вернем, коммунизм оставим в стороне, а все, что хорошее было, надо вернуть. Я здесь абсолютно с вами согласен, Владимир Владимирович. Еще один такой, знаете, просто ремарк такой, добавление краску в вашу палитру, в вашу картину мира. Значит, вот этот вот сегодня случившийся разговор о том, что давайте создадим молодежное движение всероссийское, которое вот сейчас создали, придумали ему название «Движение первых», вот это опять какие-то палеотивы удивительные, да, когда мы пытаемся усидеть на восьми стульях одновременно, понятно, что рухнем после этого сразу моментально, то есть если бы вот в этом вопросе у нас была бы более четкая, да, и более такая явно выраженная позиция, то я думаю, что вопрос о названии не стоял бы. То есть нужно было просто поставить вопрос, ребят, мы восстанавливаем пионерию, и все. Просто возвращаем пионерию, и ничего не надо другого. Без всяких коммунистических, единственное, убираем оттуда коммунистические розунги. Да, все правильно, все правильно, абсолютно. Пионерия, все, точка. Берем устав старый, убираем оттуда, значит, ведущую роль, ведущую роль партии. Все. И вот эти, и придумывать, и придумывать велосипеды, да, и пытаться усидеть зачем-то, значит, на каких-то полулиберальных стульях, которые уже прогнившие, понятно, изначально, движения первых, каких первых, как это будет коротко называться, я посмеялся, что они будут называться перваками. А вы знаете, это почему? Потому что старая элита, которая вся, она осталась на своих местах, вот эпоха меняется, все задвигалось, все это, а эти ребята сидят в своих креслах. И вот они, когда им говорят, вот надо что-то такое, вот такое, патриотическое. Они не способны, они не способны, к сожалению. Они просто, да, действительно, они просто не вмещаются в мозги. Они начинают придумывать какие-то суррогаты, эрзац-продукцию такую, которая по форме что-то новое, а по существу то же самое. И понять их тоже можно, потому что у них уже так зацементировались, как говорится, мозги. И я понимаю, что такое движение первое. Я здесь угадываю там ту же самую, так сказать, стилистику Кириенко, который по убеждениям саентолог, и там у них все на этом построено, на том, что ты должен быть первым. У меня один вопрос. А как... А все дело со вторыми и с третьими, да? А как может быть 150 там тысяч или сколько их там будет первых? Первых, да. А все остальные где? Не, во-первых, где все остальные? Во-вторых, первый один. Да, да, да. Путин у нас первый. Он один. Он один. Как можно создать движение Путиных? Возможно создать такое движение? Ну, наверное, придут. Люди-то потянутся, конечно, это понятно. Но это абсолютно какая-то, вот знаете, зазеркальная глупость, которую я по-другому не назову. То есть это полный отрыв уже, это полная деградация. Ну, к сожалению, да. К сожалению, у нас вот в кругах, которые сегодня, собственно, вынужденно принимают какие-то решения, может быть, они бы и не хотели их принимать уже давно, хотели бы сбежать. Но вынужденно, да, их не отпускает Владимир Владимирович, и говорит, что нет, 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 стоп, стоп, стоп. Нет. Их и Запад не принимают, потому что они за нас. они за нас. Ну, то есть, как бы он говорит, нет, 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 вы вот тут обещали, давайте выполнять. Да, и вот они вот как могут выполняют. Но да, видимо, надо подождать время, когда все это сейчас немножко... Конечно. ...венешняя волна, но... Да. Но то, что вы делаете, это, мне кажется, архиважно, потому что вот эта низовая вся база, которая лучше гораздо, чем эти ребята там где-то в администрациях президента, лучше, конечно, всего чувствует нерв. Нерв реальной школьной жизни. Вот эта низовая база и ваше общение с нею. Вот это сейчас должно, потому что оттуда ничего не придет, пока не произойдут соответствующие кадры в издвиге. У меня вопрос, а где взять кадры вот из этой базы? Да, это очень важный вопрос. Я предлагаю, может быть, нам на тему кадров отдельно поговорить, потому что я вот действительно сейчас вопрос вот возвращая их к тому же Екатеринбургскому этому директору, молодому парню, дай ему Бог, так сказать, набраться опыта и дай ему Бог набраться как бы научиться выживать и найти в себе силы научиться управлять школой на достойном уровне. Ну, если не получится, ну, не получилось, не смогла я. Но если он не глуп, он сможет это сделать, я уверен. Вот как найти вот этих ребят молодых, которым должно быть сейчас там 30-35, я тут, кстати говоря, вот буквально тоже ремарочка, я тут побывал в, летал в Красноярске, побывал там, значит, в таком центре атомной энергии, и там везде на каждом углу висит портрет этого самого Курчатова. И я посмотрел внимательно, я никогда не присматривался, вот просто никогда не присматривался к его портрету. Вот эта борода обманчивая, да, а ведь там молодой парень, ему 30 плюс, ну, там, 40, да, и вот эти люди поднимали и подняли, и создали, вот этих людей сейчас нужно будет найти. Вот в общем, самая важная задача. Нет, вы знаете, они есть, они есть и в школах, они есть и в вузах, но, мне кажется, та вот эта вот модель селекции, отбора, продвижения, она так устроена, потому что они не своих не пропускают, они их фильтруют. И в этом смысле сейчас возникает такая сложная ситуация, в которой общественные движения, вроде вот родительских собраний, будут играть главную роль. Очень скоро высшая власть, поставленная в очень сложные условия, начнет объявлять новый призыв. И вы... Но она вынуждена, вынуждена будет. Вынуждена, да, деваться некуда. Вот, так бы она сидела до скончания веков. Но я, еще раз, это просто жесткая, объективная необходимость выживания. Вот что это такое. И когда эта низовая база откликнется, она вытолкнет из себя Новохушинских, Ухтумских, Макаринг и так далее. Все это, и это уже есть. И в этом смысле, кстати, бесценна провинция, потому что в Москве, вообще в центрах, вот, революционных центров, вроде Москвы и Питера, тут сложнее. Провинции как раз. Там все здоровее, проще, ясней. И вот оттуда опять придет спасение. Кстати, у Достоевского прямо сказано, что Россия будет спасена провинцией ей. Провинцией ей. Вот сейчас наступает такое время. Ну, дай Бог, дай Бог. Я надеюсь на это, на самом деле. Благодарю вас, Михаил Юрьевич. Напомню, мы беседовали с педагогом, с педагогом с большим стажем из Санкт-Петербурга, Михаил Юрьевичем Богдановым, руководителем родительского движения Санкт-Петербурга. Ну, и вам пожелания успехов и до новых встреч в эфирах Переправа ТВ. Всех благ. С наступающим Новым годом. Взаимно, да. И с Рождеством. Да, и с Рождеством. Всех благ. Всех благ.